Возлюбленные в Господи, братья и сестры, хочу вместе с вами сказать славу нашему Господу Иисусу Христу, по милости которого мы не исчезли, потому что, как написано, его милосердие обновляется над нами каждое утро. Мы благодарны Богу за все, что Он делает в нашей жизни и особенно благодарны Богу за Его Святое Слово, которое дано нам для очищения, для убеления, для нашей духовной пользы. Поэтому, пользуясь таким случаем, пользуясь такой возможностью, пока она есть, я хотел бы прочитать определенные места Слова Божьего для нашего духовного назидания. Вы знаете, когда в день, когда мы заключали завет с Господом нашим Иисусом Христом, Он подарил нам белые одежды. И в тот день, когда мы принимали водное крещение, мы обещали нашему Господу Иисусу Христу, что мы постараемся от всего сердца сохранить эти одежды неоскверненными. Но, как написано в книге Откровения, где Господь обращается к ангелу Сардийской Церкви, Он говорит, что у тебя в Сардисе только есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих. Они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Знаете, так много есть причин, через которые мы можем осквернить свои одежды. И христианину нужно очень бодрствовать, чтобы их не осквернить. Есть много грехов, много причин, и бодрствующий христианин, он сохраняет, как написано, чтобы вы знали и умели сохранить свой сосуд святости и чистоте. Поэтому сегодня я верю, что Слово Божье, которое мы сегодня будем слышать, оно поможет нам. Возможно, именно тот стих, который сегодня будет прочитан, именно в этом стихе мы имели такую, или имеем такую неосторожность, не бодрствовать. И этим мы оскверняем свои белые одежды, которые нам подарил Господь наш Иисус Христос. Смотря на грехи, Господь, вы знаете, есть разная тяжесть грехов. Есть вещи, которые Господь говорит, это грех. Есть, когда Он говорит, это мерзость, а есть, когда Он говорит, это гнусность, это паскудство, это крайне тяжелая форма греха. То есть есть просто грех, есть мерзость, а есть гнусность. Сегодня я хотел бы говорить о двух мерзостях, которые и в Старом Завете о немерзости, и в Новом Завете в учении Христа они также остаются мерзостями. То есть Господь очень сильно не хочет, чтобы мы, христиане, осквернялись этими мерзостями. Я прочитаю эти мерзости, они написаны в книге Притчи Соломона, 17 глава, 15 стих. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость пред Господом». Когда мы читаем книгу Левит, там написано, что не ложись мужчинам как женщиной – это мерзость. Мы, конечно, все христиане согласны с этим, что это мерзость. Хотя этот грех уже перестал для многих быть мерзостью. Одна девочка, сестричка, которая выехала в одну из стран Европы, она свидетельствовала свой разговор, она устроилась на работу к хозяевам, и она рассказывает своим хозяевам, что скоро к ней приедет ее друг, приедет ее друг, ее парень. И эти хозяева, местные, эти европейцы, они задают этой нашей девочке вопрос. «Этот твой друг, этот твой парень, это он или она?» Она даже сначала не поняла суть вопроса, как может быть парень он или она. Но в Европе это уже оказывается, и что надо рассуждать. Если он парень, это он или она. Так вот, Господь всегда говорил, что это мерзость пред Господом. И если большинство христиан согласны с этим, что это мерзость пред Господом, то есть другие мерзости, которые мы, как христиане, но не хотим принимать, что это мерзость. Например, написано, что женщина не должна носить мужской одежды, ибо это мерзость пред Господом. Но далеко не каждый хочет с этим соглашаться, что если ты одела мужскую одежду, это мерзость пред Господом, это в крайней не нравится Богу. Так вот, эти два греха, возможно, так же человек может не воспринимать их, как тяжелые грехи. Но Господь говорит именно, что это мерзость пред Господом. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость пред Господом. Почему же, дорогие друзья, нечестивого люди оправдают? Казалось бы, если человек нечестивый, за что его оправдают? Он нечестивый, и каждый адекватный человек, который дружит с умом своим, он не станет оправдывать нечестивого. Но, к сожалению, даже будучи христианами, мы можем, не бодроствуя, попробовать оправдать нечестивого. Есть случаи, когда мы, люди, пробуем, даже пробуем оправдывать нечестивого. Почему? Значит, почему мы пробуем оправдывать нечестивого? Причина первая – родственные связи. Скажем, если мы видим нечестивого вне наших интересов, вне нашего родства, мы, как христиане, как люди, знающие Бога, констатируем факт справедливого. Мы говорим, этот нечестивый человек, он поступает неправильно. Как бы мы ни говорили в Новом Завете, что мы все ходим под благодатью, в Новом Завете также есть праведники и есть нечестивцы, как и в старом, к сожалению. Так вот, мы пробуем христиане оправдать нечестивого. Причина первая – потому что этот нечестивый человек находится с нами в родственном положении. То есть, если это делает сосед, если это делает чужой человек, то мы говорим, да, этот человек делает определенное нечестие. Но если то же самое нечестие уже делают наши родственники, уже делают наши дети, наш муж, наша жена, наши братья, наши сестры, мы начинаем выгораживать их, забывая, что это мерзость пред Господом. То есть, мы уже в другом свете начинаем понимать Слово Божье, уже мы как-то по-другому его трактуем. Если там загулял сын ближнего, мы говорим, да, это нечестие. А если это сделал уже наш сын, мы уже как-то по-другому начинаем это объяснять, что это с кем не бывает, что это такое маленькое падение, а когда падал ближний, это был очень тяжелый грех. Поэтому первая причина, когда христианин может не пободрствовать, и он не имеет это право делать, это попробовать оправдывать своего родственника. Он сделал нечестие пред Богом, но, однако, мы его оправдываем, потому что это наша кровинушка. Вот в книге Наемии написан очень странный случай. Когда они возвратились евреи с пленения, с Вавилона, они взялись отстраивать Иерусалим, стены Иерусалима, храм Иерусалима. И вот там написано, были определенные люди, которые постоянно вставляли палки в колеса, постоянно не мешали им это делать. И там между этими людьми был Товия, был Санавалат, и вот они постоянно эти письма писали царям заречным, что посмотрите, что эти жалкие евреи делают. И если они смогут отстроить свою страну, свой город, они завтра станут вашими врагами, запретите им это делать. То есть эти люди гадили постоянно и не давали Израилю сделать свою деву. И вот проходит определенное время, строится храм Господень, и там при храме вдруг получается, что в одной из комнат стал жить там определенный человек своим домом, своей семьей. Ну и, конечно, мы можем подумать, «О, там, наверное, какой-то святой там поселился, да, человек, имеющий какое-то отношение к служению Господу». Вы не поверите, в этих комнатах поселили нечистивого Товию. Как же так произошло, что нечистивый Товия, который столько зла сделал Израилю, вдруг его, именно его, не нашли кращого человека поселить при храме Божьем, как именно Товию? Почему? Ответ очень простой, потому что он является зятем первосвященника, он является зятем человека, который решает, кто должен жить при храме Божьем. И вот этот священник настолько, его глаза закрыты, настолько он не способен справедливо поступить, что он нечистивца этого Товию врага поселяет при Доме Божьем. Ну, а что ему остается делать? Это уже его зять, его дочка подошла к нему, попросила, слушай, папа, временно негде жить, ты бы не мог нас поселить при Доме Божьем. Конечно, там были люди получше, которые, наверное, тоже не имели где жить, и которые заслуживали на то, чтобы их в первую очередь там поселить, так, как они штили Бога от всего сердца и отстраивали этот город. Но не тут-то было, надо нечистивца поселить при Доме Божьем. А почему нечистивца? А потому что он зять. Вот иногда так происходит и в церквях Христовых. Вот человек нечистивец, человек делает зло, человек ничего доброго не сделал для Бога, ну, ему почести. А почему? А потому что папа пресвитер. Вот, а потому что родственники там занимают важное место в церкви. Служилась такая определенная родственная мафия в церкви, которых большинство, и они своих проталкивают, и свои дела там решают. Только потому, что их много, и потому что, если голосовать, ихних групп будет много. И то, что это нечистивец, это никого не интересует. Главное, что он свой, он свой родственник. Значит, как в Средней Азии, друг за друга, все, покрыли недостатки друг друга, чужого будут судить по всей строгости. А на немощи своих, на недостатки, на скверны своих, просто человек может закрыть глаза. Поэтому, дорогие друзья, если вдруг оказалось, что в твоей жизни есть подобная ситуация, и твой родственник делает неправду перед Богом, ты можешь его не судить, ты имеешь на это право, потому что написано, кто ты такой, что ты судишь чужого раба. Ты имеешь право не судить ни чужих, ни родственников. Это твое право, и ты им воспользуешься в Иисусе Христе. Христе. Но не судить, и оправдывать, это очень разные вещи. Если я его не сужу, это не мой интерес. Он согрешил, каждый понесет своего Христа. Он будет отвечать пред Богом. Но если я черное пробую назвать белым, и если я пробую оправдать человека, которого Бог не оправдывает, это уже другое дело, и я не имею права это делать. Когда-то Бог говорил Израилю через пророка из Икииля, не замазывайте стену грязью, она и так упадет. Не делайте это. Если в стене трещина, ее надо ремонтировать, ее надо восстанавливать, а не запудрить людям глаза, не замазывать грязью. Поэтому Бог сегодня обращается. Если ты пробуешь это делать, если ты замазываешь стену грязью, знай, она упадет. Поэтому оправдывать нечестивого не надо. Сын это твой, дочь это твоя, папа, мама, не суди, ну и не оправдывай. Проси милостей для этого человека, ты имеешь на это право. Ты имеешь право не судить, ты имеешь право просить милостей. Но оправдывать нечестие не надо, потому что это мерзость пред Господом. Это мерзость пред Господом. Поэтому мы должны бодрствовать, чтобы не упуститься на такой уровень, чтобы угождать людям вопреки Богу. Потому что это грех пред Господом. Павел говорит, если бы я угождал людям вопреки Богу, я не был бы рабом Христовым. Поэтому праведный человек, человек, ищущий лица Господня, никогда не станет этим заниматься. Написано, что царь Авия, у него мама, стала поклоняться идолам. И написано, он у нее забрал царство и достоинство. Он решил, что если она так поступает, она недостойна, чтобы занимать царское достоинство. Пусть это достоинство займет другой человек, который это заслужил у Господа. Вот это как в Самуила. Он праведный, он святой, а сыны его нечестивцы. И народ израильский, видя нечестие сынов Самуила, что они берут взятки, поступают неправедно, они сказали, дай нам царя. Это часто проповедуется, что народ израильский неправильно поступил, прося царя. Но в этом была и причина в доме Самуила, потому что они явно не хотели, чтобы, когда умрет Самуил, на место Самуила стали его сыновья, которые судят за взятки и судят несправедливо. Поэтому они сказали, нам таких судей не надо, давай нам царя. Вот поэтому, друзья, мы можем иногда обвинять народ, хотя мы можем тоже иметь к этому определенное отношение. Поэтому Ави решил, что его мама не заслуживает. Поэтому если твой сын, например, ты пастор церкви, ты человек значимый в церкви, и если твой сын не дотягивает до этого, чтобы ставить его на определенное служение, и не надо его ставить, не надо его оправдывать, что как-то оно будет, он сможет, потом очиститься не надо. Если есть люди более достойные в церкви, пусть они занимают это место, пусть они служат Господу, потому что они достойные. Поэтому первая причина – это родственная связь. Она может просто нам закрыть глаза, и мы просто становимся слепыми, и угождая своим родственникам, не угождаем Иисусу Христу. Другая причина, конечно же, деньги. Написано, дары делают зрячих слепыми. Если человеку дарить дары, он привыкает к деньгам, он не может уже мыслить справедливо. Когда у Самуила был разговор с народом израильским, он их выстроил у всех и сказал, взял ли я у кого-то из вас осла. Почему он это говорит? Потому что он знает, если он взял осла у народа, он не имеет морального права уже справедливо суить. Почему? Потому что его купили. Поэтому, если в ход пошли деньги, если человек материально заинтересован, он пробует оправдывать нечестивого. Если ему платят деньги, если, например, есть в церкви бизнесмен, и этот бизнесмен нечестивец конкретный, но так как этот бизнесмен наполняет церковную казну, и с этой казны платят пастору зарплату, или же с этой казны выстроили молитвенный дом, или же с этой казны, которую там большая львиная часть принадлежит этому бизнесмену, поэтому вся церковь тихонько молчит вместе с пастором, а бизнесмен продолжает делать свое нечестье. И никто ему слова не скажет, потому что он всех купил деньгами. Такое тоже было в Израиле, оно было, есть и будет. Поэтому человек должен бодрствовать Божий, и не давать купить себя, и поступать справедливо, и действовать справедливо, и не воздавать бизнесмену почесть только потому, что он деньги дал, а зато он нечестивец. Я знаю такие случаи, когда в 90-х рекет ходили по рынках, отнимали у людей деньги, крали машины, и потом на эти деньги нечестные, на которых кровь человеческая. Они потом покупали золотые купола на церквях там, православных или греко-католических, и батюшка объявляет на службе Божьем, вот какой-то хороший человек, такой-то Вася или Коля, который нам помог построить эту церковь. А то, что Вася или Коля несколько десятков людей убил, чтобы приобрести эти деньги, и весь город об этом знает, это никого не интересует. Поэтому написано, цены пса и цены блудницы не принимай в хранилище Господней, в сокровищницу, не принимай, потому что таких денег Бог не хочет. А еще и почести этому человеку воздавать за его нечестие, это и вовсе не справедливо пред Богом. Тогда у всех остальных может служиться такое мнение, что даже в народе Божьем правды нет, а где же ее тогда искать? И если церковь тоже купили за деньги, а где же тогда эту правду искать, если ее даже нет в церкви? Поэтому, дорогие друзья, нечестивых оправдуют и тогда, когда мы попадаем в зависимость от определенных денег, от определенных людей. Да, конечно, тяжело такому человеку правду сказать, потому что ты от него заинтересован. В том-то и трудность пути следования за Иисусом Христом. Божий человек, он не боится потерять родственников и не боится потерять деньги, он боится потерять лице Господне, и поэтому он старается делать справедливо. Есть еще одна причина, по которой пробуют оправдывать нечестивого, это, как написано, что Понтий, Пилат и Ирод подружились. Они никогда не были друзьями, но у них появился общий враг. У них появился общий враг, и они вдруг стали друзьями на фоне общего врага. Иногда общие враги делают людей друзьями не потому, что у них похожий способ мышления, у них одинаковый интерес, одинаковый менталитет, не потому, а потому, что вдруг объявился общий враг, и на фоне этого общего врага рука руку греет, и мы друг друга будем защищать. Иногда такие сатанинские игры даже в церквях устраиваются, когда появляется общий враг, и чтобы одолеть этого общего врага, другая группа объединилась, и там люди закрывают глаза на неправду друг друга. Раз ты в нашей мафии, в нашей команде, то, значит, мы не будем так скрупулезно относиться к недостаткам друг друга. Конечно, дай Бог, чтобы этого не было, но оно иногда такое есть. Поэтому, если уже появился какой-то, скажем, если не общий враг, потому что если в церкви вдруг появляются враги какие-то, это вообще дело очень плохое. Но, скажем так, я беру мягшую форму. Если кто-то тебе не особенно симпатичен, и если еще кому-то этот человек тоже особо не симпатичен, и вы объединились в общей несимпатии к своему брату или к своей сестре, то не надо друг друга выграживать и покрывать грехи друг друга только потому, что вы временно оказались в одной упряжке. Это неправильно пред Богом. Дорогие друзья, оправдывающий нечестивого есть мерзость пред Господом. Поэтому ты можешь вдруг оказаться в положении мерзости пред Господом. Из Дитя Божьего, из Друга Божьего ты можешь стать мерзостью пред Богом, если не будешь прислушиваться к этому слову, который Господь сегодня напоминает всем нам. И написано еще одна мерзость, обвиняющая праведного. За что обвинять праведника? Он же праведник, он же хороший. Зачем его обвинять? Оказывается, даже праведников обвиняют, естественно. Это не нравится Богу, естественно. Бог не может согласиться с тем, чтобы праведника обвиняли. Написано, горе тем, которые зло называют добром, а добро злом, которые свет называют тьмою, а тьму светом. Горе таким людям, говорил Исаия. Так вот, если бывает такое, но настолько написано, что суд стал у ворот и не может выйти, истина не может выйти, приткнулась. Почему? Потому что вот бывает иногда такое, нечестивого оправдывают, а праведника судят. То, что заслужил нечестивый, они все на праведника переносят. Естественно, справедливый Бог не может на это спокойно смотреть. И Он говорит, что и это мерзость, и это мерзость пред Господом. Почему же праведника обвиняют? Давайте заглянем в Писание, за что обвиняли праведника. Пункт первый – из-за зависти. Христа обвиняли сугубо из-за зависти. Это просто классика. Если у кого-то есть успех, естественно, он будет вызывать у кого-то зависть. И обратите внимание, что правду никогда не говорят. Причину правильную никогда не говорят. Всегда это все замаскировано. Естественно, чтобы Иисуса в чем-то обвинить, святого, правильного Иисуса, надо было найти причину. Надо было что-то придумать, надо было что-то замаскировать. И они обвиняют праведника. Обвиняют не в том, что они Ему позавидовали. Они же Ему не скажут, значит, мы тебя обвиняем в том, что ты лучше, чем мы. Мы тебя обвиняем в том, что ты исцеляешь больных, а мы не можем, фарисеи. Мы тебя обвиняем в том, что пять тысяч к тебе вышли в пустыню, а к нам никто не идет. Но также никто не скажет против себя. Естественно, надо хитрую причину придумать. Они и придумали. Вот это тот, который делает себя подобным Богу. Вот он сказал, что он этот храм за три дня восстановит. Он его разрушит и за три дня восстановит. Но вы посмотрите, что он только говорит. Вот он сказал, что кто не будет есть тело сына человеческого, пить его крови. Как же такое можно вмешать? Вы только посмотрите, что он говорит. То есть они хитро пытались натравить простых людей на Иисуса Христа. Они обвинили праведника, незаслуженно обвинили, потому что они были руководимы своей завистью. Поэтому, дорогие друзья, если в жизни кто-то более успешный, чем мы, не надо его обвинять только потому, что он более успешный. Если у кого-то больше что-то получается, если кого-то Бог благословил в чем-то больше, не надо сплетать ложь, не надо выдумывать разные обвинения на этого человека. Пойми, что ты руководимый только завистью, слепой дьявольской завистью. Вот это настоящая причина, почему ты постоянно ходишь за праведником и выискиваешь какие-то грехи за ним, хотя ты сам три раза хуже, потому что тебя просто мучает и съедает зависть. И будучи руководимый завистью, ты обвиняешь праведника точно так, как фарисеи обвинили Христа и руками римлян его убили. Поэтому, если ты это делаешь, если ты кому-то завидуешь и обвиняешь его движимой завистью, это написано мерзость пред Господом, не делай этого, потому что Богу это однозначно не нравится. Не нравится. Другая причина, она в той же истории. Вы знаете, можно обвинять праведника потому, что его все обвиняют. Есть такой эффект толпы. Если обвиняют все, и ты обвиняешь. Если там все кругом кричат, что сектанты плохие, и ты даже в жизни не разбирался, а почему эти сектанты плохие? Ну, потому что все кричат, что они плохие, знаешь, точно плохие. И ты обвиняешь этих сектантов, не зная, что они в разы лучше, чем ты. Но так все говорят, и ты так говоришь. Если вся толпа кричала, «Ворову отпусти, а Иисуса распни!» И эти наивные люди там в толпе, они же тоже кричали, как хор. «Ворову отпусти, Иисуса распни!» А вы думаете, каждый из них разбирался в этом вопросе? Каждый у них этот вопрос. Каждый разобрался, а почему Иисус виновен? Никто не стал разбираться. Раз толпа кричит, она знает, что кричит. Но толпа кричала, потому что завели толпу заинтересованные люди. Написано, что в Эфесе были ремесленники, такие, как Дмитрий. Это был их бизнес. Они от этой Артемиды, Эфесской, получали от ее изображения определенные денежки. Они из этого жили. Но для того, чтобы настроить людей против Павла, они же не могут сказать, слушайте, люди добрые, нас тут бизнес просто валится, прогорает наш бизнес, потому что пришел какой-то Павел, и он утверждает, что боги, сделанные человеческими руками, они на самом деле не боги. Поэтому он предлагает не служить больше этим богам. Но, дорогие друзья, ну, пожалейте нас. А с чего мы будем жить? Что теперь идти на поле копать? Нет. Но они же так не скажут. Они же это не скажут. Они это хитро преподают. Артемида Эфесская, кто не знает, какая она у нас великая богиня. Да вы посмотрите, этот человек, Павел негодяй такой, он пришел, чтобы воевать с нашою Артемидою. А ну, давайте защитим Артемиду. Эти наивные люди, как начали кричать, Дмитрий, великая Артемида Эфесская. Весь народ это подхватил, и два часа кричали, великая Артемида Эфесская. Они даже не понимали, что они отстаивают на самом деле не Артемиду Эфесскую, они отстаивают бизнес Дмитрия. Но они просто этого не поля, они насколько это хитро им преподали. Еще один случай написан в книгу Даниила, в двух главах последних, которые входят только в неканоническую Библию. В каноне их нет. Там есть история про Сусанну, хорошую, праведную, благочестивую женщину, которую в свое время два дядьки, два дедушки хотели с ней совокупиться, как с женщиной. И они ее шантажировали и пугали. Если ты не согласишься, то мы расскажем всему обществу израильскому, что мы тебя застукали с молодым человеком, и тогда тебя побьют камнями. А вот если согласишься переспать с нами, мы это дело все сокроем. Но эта женщина попалась слишком благочестивая и богобоязненная. И она не повелась на этот шантаж, а решила, если умереть, значит умру, но не оскверню себя пред Богом. И вот они, как обещали, они наговорили на нее пред Богом, и все, толпа, слепая толпа, как волна убой, идут убивать Сусанну, честную, порядочную женщину. А почему? А потому что два дряхлых деда, похотливых, которые на старость решили грешить, они же не скажут, что, слушай, она не хотела с нами спать, давай побьем камнями. Это же их побьют камнями, а не ее. Конечно, надо делу предать совершенно другую окраску, надо запудрить людям голову, и по-другому это рассказывать. Они так и делают. И толпа, слепая толпа, она ведет бедную женщину на смерть. Но Бог решил защитить Сусанну, и Он возбудил дух Даниила, и Даниил сделал ложную ставку, задал определенные вопросы, вывел этих двух похотливых стариков на чистую воду, и они были казнены. А Сусанна была спасена. Почему? Потому что заступился Господь. Заступился Господь. Так вот, дорогие друзья, если нам какое-то дело преподают в каком-то определенном свете, это еще не значит, что это правда. Мы будем говорить, о, да не может такого быть в Церкви Божьей, мы же все верующие. Друзья дорогие, друзья дорогие, эти два похотливых старика тоже были верующие, и не простые верующие, а старейшины. Эти старейшины лгали, будь здоров. И поэтому сегодня и те, которые настраивали против Христа, это же тоже были верующие, и не просто верующие, а элита верующих, это священство, куда уже выше. Это они настроили против Христа. Поэтому быть таким наивным ребенком, ну, это-то такого не может быть, да вы что, да это же пастор. Я не настраиваю против служителей. Я говорю, надо бодрствовать. Есть разные служители, но не хочу сказать, что сегодня все, как фарисеи, и все, как эти два старца, обвиняя служителей, я и себя обвиню. Я ничего не хочу плохого сказать в сторону служителей. Благослови Господь всех, кто пасет стадо Господней. Но если вдруг кто-то решил провернуть какое-то дело, не пободрствовал, и он занимается вот таким делом, как эти фарисеи, и пробует народ натравить на какого-то невинного человека, то надо включать мозги и бодрствовать и думать. Давай рассудим, давай посмотрим. Мы тебя уважаем, брат, ты очень видный человек в нашей церкви, но давай все-таки мы рассудим, правильно это или неправильно. Иначе можно стать толпой, которая обвиняет праведника. И за это придется отвечать пред Богом. Вот смотрите, царь Ахау тоже обвиняет Навуфея. Навуфей же невиновный человек, хороший человек. В чем вина Навуфея? Только в том, что у него есть виноградник хороший, в хорошем месте, и вот этот виноградник приглянулся царю Ахау. Вот и вся проблема Навуфея. Но опять-таки, он же не скажет, слушайте, мне понравился виноградник Навуфея, давайте побьем его камнем, и он все-таки царь. И он же такой упертый, как осел, этот Навуфея, он же не хочет отдавать свой виноградник подобную. Слушай, я царь или не царь? Люди добрые, вы за кого? За него и за меня. Давай его побьем камнями, пусть знают, что такое не слушать царя. Он же так не скажет, потому что, ну, они же не банда, а народ Божий, они же явно не станут на сторону Ахава, они защитят невиновного, то есть Навуфея. Естественно, он не может так сказать. Он другую причину придумывает, даже не он, а Изавель, язычница, которая отреклась знать Бога, это она идею подкинула свою мужу. Чего ты с ним морочишь себе гулу? Слушай, скажи, он делал так и так, давай найдем двух ложных свидетелей, обвини его, что ухулил Бога и царя, и его народ забросает камень. Так и сделали, забросали камнями, виноградник отняли, только Бог сказал, что на том месте, и Изавель, ты думаешь, ты такая умная, да? Забрала винограднику на Уфея, хитрая такая, и Бог ей говорит через пророка, что на том месте, где псы лизали кровь на Уфея, они твою будут лизать кровь. Ты думаешь, что ты это все так сделала, а Бога на небе нет, и Бог ничего не видит. Так вот, псы будут лизать твою кровь. И мы читаем дальше, ее просто выкинули, как прокаженную, и она рассыпалась на части, и псы ее по Слову Господню лизали ее кровь. Вот так бывает с теми людьми, которые решили праведника обвинять. Поэтому не спеши обвинять праведника, не спеши, потому что, во-первых, рассуди, не для чьего-то личного интереса в этом деле, и не водя для тебя за нос, как маленького ребенка, ты вникни в эту историю, в это дело, и посмотри, правильно ли осудили этого человека. А может быть, этот человек лучший, нежели тот, который его обвиняет. Просто он это все преподал в свете выгодным для него. И есть еще одна причина, по которой обвиняют праведника, потому что он понимает не так, как я. Это тоже очень распространенная в христианстве причина. Вот почему баптист виноват? Потому что я не баптист. Если я не понимаю, как баптист, значит, он не прав пред Богом. Если я не молюсь на языках, если я не понимаю, как писятники, я буду обвинять писятников, буду называть дух святой языки, что это все бес, сидит в человеке. То есть я обвинил человека, в чем он невиновен. Он получил святого духа от Господа Бога, он получил духа Христового, а человек, который не способен это понять, потому что слушает людей больше, чем Бога, мало того, что человека избрал учителем, а не Господа Бога, и не может прийти к познанию истины, так он вдобавок будет еще обвинять человека невиновного, а еще вдобавок духа святого будет хулить и винить за то, что это дух сатанинский сидит в человеке. Я часто говорю, слушай, если бы все, которые молятся на языках, в них сидел бес, бес бы себя проявил. Бес себя всегда проявляет, он долго не маскируется. Если злой дух начал приступать к Саулу, это было видно, потому что он стал неадекватным, он хватал копье и бросал в Давида. То есть присутствие злого духа обнаруживалось. Если написано в Евангелии, там злой дух кидал в огонь, в воду делал вот такие вещи с людьми, если бы все люди, по твоему мнению, говорящие на языках, были одержимы, то это было бы видно, одержимого видно издалека. Но мы же не беснуемся, люди, которые говорят на мовах, на языках, поэтому, друзья, дорогие, если ты к этому не дорос, если тебе не суждено от Господа это понять, то и не стоит обвинять то, чего ты не понимаешь. Или кто-то там обвиняет другие вопросы библейские. Если ты это не понимаешь, если ты до этого не дорос, это не повод обвинять людей, которым Бог это открыл. Поэтому твое богопознание это твое богопознание, а не Божье. И оно не должно быть причиной обвинения. Ну, понимают так, братья, пусть Бог благословит. Бог там разберется от Бога, не от Бога, языки от Бога, не от Бога, суббота от Бога, не от Бога. Это Бог разберется, друга не ты. Это Он на суде Божьем скажет тебе, как должно было быть. А ты просто никого не обвиняй, потому что может оказаться, что ты обвиняешь праведника, ты обвиняешь человека, которому Бог открыл больше, чем тебе. Поэтому никогда это не делай. Не оправдывай нечестивого и не обвиняй праведного, потому что написано оба мерзость пред Господом. Не суди никого и не оправдывай никого. Поэтому что написано мерзость пред Богом. Молись за людей, желай мира и добра всем людям. Если человек праведный, воздай ему как праведнику честь. Если он нечестивый, не воздавай ему честь и просто молись, чтобы Бог его помиловал. Наверное, будет так правильно перед Богом. Так, по крайней мере, учат Писание. Мы будем молиться об этом, братья, чтобы Бог нам помог. Как бы мы не были заинтересованы, чтобы мы никогда не пробовали оправдывать тех, которых не оправдывает Бог. Когда-то царь Муавский заказал себе Валаама, чтобы Валаам пришел и проклял Израиля. И там Валаам говорит такие слова, которые имеют отношение к нынешней теме. Он говорит, меня призвал Валаак, царь Муавицкий, чтобы проклинать Израиля. И он говорит, как проклинать его, если Бог не проклинает? Как проклинать его, если Бог его не проклинает? Ты-то можешь и хочешь проклинать, да вот Бог его не хочет проклинать. И точно так же ты можешь человека благословлять, сколько хочешь, да вот Бог его не благословляет. Ты его можешь оправдывать, сколько хочешь, потому что это твой друг, жена, родственник. Ты оправдывай его, сколько влезет. Только вот проблема в том, что Бог его не собирается оправдывать, потому что он виновен и не раскаялся пред Богом. Бог его осуждает, а ты его оправдываешь. Поэтому написано, это мерзость пред Господом. Или Бог человека любит, и Бог оправдывает этого человека, а ты видишь ли обвинитель этого человека. Человека изгнали из церкви, исключили, потому что человек упал в грех. Написано, если брат твой, называясь братом, остается, и там идет перечень грехов в послании к коринфянам, остается. И вот иногда бывает такое, что человек упал, его исключили из церкви, но он уже не остается, он покаялся, он раскаялся, и Бог его принял. Но проблема в том, что Бог его принял, а мы его не хотим принимать. Получается, мы выше, чем Бог. Бог хочет простить, а мы говорим, до пришествия тебе прощения нету. Нету тебе прощения. Почему? Потому что мы так решили, но Бог же решил уже иначе. А нам какая разница, что Бог решил? Нет, Бог так не может решить. Бог решает только так, как мы. Бог, прежде чем что-то решать, Он с нами усоветуется, Он спрашивает, ребята, вы как решили? Вот так. Ага, значит, давай будем держаться единого мнения. Бог так не делает. Если Он решил простить, то Он простил. И мы должны простить. Как говорит апостол Павел, если вы кого-то простили, и я от лица Христова прощаю. И если Бог кого-то простил, и мы должны простить. А если Бог кого-то не простил, и мы не должны прощать, потому что Его Бог не простил. И если Бог Его не хочет восстановить, и мы не должны Его восстанавливать, потому что это наш родственник и человек при деньгах. Мы не должны это делать. Мы должны делать то, что делает Бог. Потому что Он хозяин церкви, и Он решает, как правильно делать. А мы должны быть прислушиваться к нашему Богу, а что Бог наш решил, а каково его мнение, а что он там задумал, вот как он решил, так оно и хорошо, а мы с ним только соглашаемся, потому что он Бог, а мы рабы ничего не стоящие. Богу нашему за все славу в имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok